Здравствуйте! В эфире Настоящее Время. С вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня. Гитлер, империализм, Крым как храмовая гора и непобедимая Россия. Обращение Владимира Путина к Федеральному Собранию. Перестрелки в Грозном. Рамзан Кадыров говорит, что боевики ликвидированы. Но ситуация со свободой интернета в мире ухудшается четвертый год подряд. Вывод нового доклада Freedom House. Начнем с Праги. Сергей, вам слова. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Автоматные очереди, БТРы на улицах, выгоревшие здания, жертвы среди полицейских. Такой проснулась сегодня столица Чечни. В Грозном прошла контртеррористическая операция. Ее объявили после ночного убийства боевиками сотрудников ГИБДД, захвата Дома Печати и одной из школ. Вы видите эти кадры. Глава Чечни Кадыров сообщил о ликвидации девяти террористов, сообщает Интерфакс. При этом, по его словам, среди ребят, проводивших спецоперацию, никто не пострадал. В Национальном же антитеррористическом комитете сообщают о десяти убитых полицейских и двадцати восьми раненых. Что произошло во внешне спокойном Грозном и почему это произошло? Разбиралась Шахида Якуб. Собаки по собачьи подыхают, заявил лидер Чечни Рамзан Кадыров, который руководил спецоперацией по нейтрализации боевиков. Вчера ночью в Грозном вооруженные люди открыли огонь, застрели трех полицейских и укрылись в Доме Печати. В этом здании располагаются все интернет-издания, республиканские газеты и представители федеральных СМИ. Несмотря на то, что всю ночь Кадыров занимался поиском боевиков в Грозном, уже к утру он был в Москве, где присутствовал на обращении Путина к федеральному собранию. А после обеда Кадыров объявил о прекращении спецоперации. Представитель Национального антитеррористического комитета Чечни заявил следующее. В настоящий момент активная фаза спецоперации в Доме Печати города Грозного завершена. Информационный центр Национального антитеррористического комитета подтверждает заявление главы Чеченской республики Кадырова о нейтрализации всех бандитов, блокированных в Доме Печати. Власть региона попросили местонаселения не выходить на улицы. Ситуация в Грозном стабилизировалась, хотя перестрелки продолжаются, так как все еще ведутся поиски оставшихся боевиков. Мы связались по телефону с фотографом агентства Associated Press Мусоса Дулаевым, который описал обстановку в городе следующим образом. В центре города есть цепление в некоторых местах, особенно там, где вот в районе 20-й школы есть. В городе практически город пустой. Как же так получилось, что в Чечне, где ситуация казалась такой стабильной и находящейся под абсолютным контролем Рамзана Кадырова, вдруг произошел такой теракт? На этот вопрос отвечает военный обозреватель Александр Гольц. Существует негласный договор господина Кадырова с центральной российской властью о том, что он может делать все, что угодно в Чечне, забыв о российских законах, лишь бы не было новых терактов, лишь бы не было боевиков. До определенного момента это работает. Потом, как видим, появляются люди, которые готовы проверить дееспособность Чеченской системы безопасности. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Имарат Кавказ». Цель атаки, как следует из видеообращения, месть за то, что власть позволила себе дотрагиваться до девушек. Возможно, подразумевается недавнее распоряжение Рамзана Кадырова проверять на улице подозрительных женщин в хиджабах. Председатель парламента Чечни Абдурахманов предположил, боевики могли действовать в интересах США и НАТО. Об этом сообщает «Медуза». Мечтам Обамы, Меркель и их сообщников, я цитирую, никогда не сбыться, пока на защите интересов России стоят Владимир Путин и Рамзан Кадыров, заявляет Абдурахманов. Эта программа «Настоящее время». Далее у нас эфир из Вашингтона. Как по ту сторону океана восприняли сегодняшнее послание Владимира Путина, президент России обратился к федеральному собранию. Наташа. Да, Сергей, в США от этого обращения не ожидали какого-либо позитивного прорыва. Стоит отметить, что в отличие от Америки, где содержание ежегодного обращения президента к Конгрессу на 90, а иногда и больше процентов известно заранее, основное положение речи обсуждаются прессой, послание Путина оставалось загадкой для всех, и для прессы, и для правительства. Чего ждали и не ждали от обращения Путина вашингтонские эксперты в материале Александра Панова и Дмитрия Шахова. Писали, что у Путина есть 5-6 вариантов обращения, и он лично выберет самый правильный и собственноручно внесет в него правки. Вашингтонские эксперты, собравшиеся накануне в центре Вудра Вильсона, признавая исключительную важность момента для российской экономики и общества, заглядывали в хрустальный шар и предсказывали, что скажет Путин крайне осторожно. Он постарается разрядить ситуацию, объяснит, что кризис совсем не так плох, как все о нем говорят, в частности, Вашингтонская администрация. Может быть, пообещает, что в 2015-м Россию ждет поворот к лучшему. Если граждане поверят, считайте, цель достигнута. Член Валдайского клуба Николай Злобин, наоборот, полагает, что Путину, на рейтинге которого проблемы страны не отражали, из-за чего пресса прозвала президента Тефлоновым, в этот раз не надо делать радужных прогнозов. Я думаю, что если он признает глубину проблем, не будет отшучиваться по поводу курса доллара или евро, не будет говорить, что все ерунда, мы выкрутимся, а скажет, что серьезные ситуации, надо принимать меры, надо действительно серьезно решать эти проблемы, то он попадет в точку общественного настроения. Путин известен как человек, который политическое животное, он кожей чувствует, что надо сказать, как конкретный момент. То, что содержание послания держалось в секрете до самого конца, это, полагает политолог, особая российская традиция. Проблема в том, что его собственное ближайшее окружение, его министры и правительство, губернаторы и силовики не знают этих пунктов. Задача Кремля сделать главным событием речь Путина, а не разговоры и сливы разных текстов, которые он может прочитать. Вот они добились своей цели. Красивые слова, за которыми не последует никаких дел. Убежден бывший замглавы Центробанка Сергей Алексашенко. Для того, чтобы повернуть корабль в сторону либеральных реформ, нужно полностью сменить, не знаю, всю верхушку российской власти. Это, очевидно, не вписывается в кадровую политику президента Путина. Для того, чтобы повернуть его в другую сторону, например, в сторону, не знаю, более такой плановой экономики, мобилизационной экономики, нужно закрутить гайки репрессий, нужно взять ответственность за кровь на своих руках, что тоже не вписывается в политику президента Путина. Эксперты едины в одном. В России отсутствуют публичные дискуссии по общей повестке дня страны. Российский президент не считает нужным заранее обсуждать с обществом свои следующие шаги. Как это делает его американский коллега накануне своего обращения в Конгресс. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Для настоящего времени. Вашингтон. В своей речи Путин обвинил Запад в лицемерии и в том, что некоторые страны пытаются выстроить вокруг России чуть ли не железный занавес. В этой связи, я думаю, стоит перевести слова президента США Барака Обамы. Он высказал свою позицию на этот вопрос на встрече с лидерами бизнес-сообщества в Вашингтоне. У меня очень прямые, практичные и деловые отношения с Путиным. У нас были очень продуктивные отношения, когда президентом был Медведев, даже несмотря на то, что реальная власть оставалась в руках Путина. Я думаю, отчасти потому, что события в Украине застали его врасплох, он начал импровизировать и взял на вооружение националистический и реакционный подход к внешней политике, который сильно напугал соседей и причинил значительный ущерб экономике страны. Их экономика довольно ощутимо пострадала от санкций. Мы продолжаем предлагать им варианты решения проблемы дипломатическим путем. Однако трудность в том, что такая ситуация политически выгодна ему внутри России, даже несмотря на то, что Россия оказалась в полной международной изоляции. Я думаю, людям следует отметить, насколько единодушно и согласованно мы действовали вместе с европейцами, применив санкции и наказав Россию за такое поведение, несмотря на то, что от этих санкций страдает не только российская, но и европейская экономика. Однако люди осознают, что под угрозой оказался один из основных принципов, которому Европа обязана своим миром и процветанием, и который нельзя игнорировать. Но если вы спросите меня, насколько оптимистично я расцениваю шансы на то, что Путин вдруг резко изменит свою позицию, я скажу, что вряд ли это произойдет до тех пор, пока политика, проводимая в России, не начнет учитывать то, что происходит в российской экономике. И отчасти поэтому мы намерены продолжать оказывать это давление. Республиканцы, критикуя агрессивную внешнюю политику Кремля, критикуют при этом также и Обаму, обвиняя президента-демократа в том, что недостаток лидерства США привел к появлению на мировой арене вакуума. Вот что сказал нам сенатор Тед Круз, один из наиболее ярких представителей консервативного крыла республиканской партии. За последние шесть лет Америка отступила с позиции мирового лидерства, и это сделало мир гораздо более опасным. Украина имеет дело с последствиями. Российская агрессия и вторжение в Украину — прямое следствие вакуума власти. И люди в Украине должны знать, что Америка с ними. Украина хочет быть вместе с Западом, Европой, Америкой. Она не хочет быть объектом российского доминирования. Украина испытала это доминирование раньше и не хочет возвращаться в прошлое. Но Америка должна выполнять обязательства, взятые на себя по договору, поддерживать народ Украины и помогать защищать территориальную целостность Украины. Я надеюсь, что мы увидим настоящее лидерство в противостоянии той войне, которую Россия развязала против Украины. Администрация Обама продолжает акцентировать необходимость решить кризис в Украине дипломатическим путем. У сенатора Круза несколько иное мнение. Единственное, на что реагирует Путин, единственное, что он признает, — это сила. Слабость и соглашательство не работают в отношениях с такими лидерами, как Путин. Америка должна быть сильной, Европа должна быть сильной. И сказать, что мы будем вместе с народом Украины, народом Грузии, Молдавии и стран Балтии. Мы будем поддерживать наших друзей и союзников. И к России нельзя относиться как к члену семьи цивилизованных государств, если Россия будет вторгаться и воевать против своих соседей. Напомним, что с января республиканцы контролируют обе палаты Конгресса. Прага, теперь возвращаемся к вам. Сергей? Для России Крым, Севастополь, как храмовая гора в Иерусалиме, каждый народ имеет право на собственный путь развития. Это касается и братского украинского народа. Добиться военного превосходства над Россией ни у кого не получится. Все это были цитаты Владимира Путина. Моя коллега Шахида Якуб выслушала обращение президента России к парламенту и народу и проанализировала главные тезисы. Михаил, мы с вами оба имели счастье услышать послание президента Путина федеральному собранию. Мне хотелось остановиться на трех моментах. Первый момент это когда Путин сказал, что у России боеспособная, вежливая, но грозная армия. И что для защиты свободы у России хватит сил и воли и мужества ее отстаивать. Всякий раз, когда кто-то считает, что Россия слишком стала сильной, самостоятельной, эти инструменты включаются немедленно. Однако разговаривать с Россией с позицией силы бессмысленно. Дело в том, что создается такой миф, что Россия находится в враждебном окружении. Это такая пропагандистская формула, которая в том числе прикрывает увеличение военных расходов более чем на 30% в следующем году. Если вы увеличиваете военные расходы и сокращаете расходы социальные, вы должны объяснять своему народу, зачем вы это делаете. Вот, собственно, довольно простой ответ на ваш вопрос. То есть это в чистом виде прикрытие тех операций финансовых, которые будут производиться Путиным, правительством. Выделяться деньги будут на финансирование оборонного или военно-промышленного комплекса. А как эти деньги будут использованы, мы толком не узнаем, поскольку статьи закрыты. В закрытую сферу вливаются огромные деньги. Ну, вот, приходится рассказывать о том, зачем это нужно. Михаил, но если, как вы говорите, будут увеличены военные расходы и будут пущены в какие-то схемы, не означает ли это также, что Россия будет продолжать довольно агрессивную политику по отношению к своим соседям, как и случилось в Украине? Ну, а это, собственно, понятно из выступления Владимира Путина. Собственно, он же не собирается пересматривать свой курс внешнеполитический. Наоборот, он объясняет все ровно в духе той пропаганды, которую мы уже слышим более полугода, что Запад ведет с Россией на полях той же Украины войну, что все решается даже не в Киеве, а американцами. То есть, здесь понятная, опять же, ситуация. Ну, вот, Путин будет действительно продолжать свой курс, потому что он загнал себя на эту дорогу, дорогу холодной войны. Михаил, в школе вы упомянули российскую внешнюю политику и Крым. Владимир Путин как-то интересно связал, упомянул Гитлера, сказал о том, что Крым – это Третий Иерусалим. Для России Крым, Древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же, как и Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам и иудаизм. Понимаете, это такие вот, опять же, пропагандистские мемы или формулы, которые посылаются народу. Но кто думал о каком-то Херсонесе и какой-то сакральной функции Крыма в России еще там года два назад? Да никому этот бред в голову не приходил. А теперь вот рассказывается о том, что князь Владимир там якобы крестился. Правда, после этого 900 лет России ни в каком ее виде Крым не принадлежал. Так что это в чистом виде такие, ну, пропагандистские формулы, которыми Путин действует как заклинаниями. То же самое и упоминание о Гитлере. Понимаете, когда в пропаганде используются вот эти штампы времен Второй мировой или Великой Отечественной войны, как ее называют в России, они действуют на сознание людей. И те же самые американцы, и вообще Запад, имеется в виду англо-американский, который был союзником Советского Союза во Второй мировой войне, вдруг превращается в какого-то последователя нацистов и так далее. Ну вот за санкции тоже он сказал, что даже если бы не было Украины этого кризиса, то Запад все равно нашел бы способ наказать Россию. Кстати, о санкции. Это не просто нервная реакция США или их союзников на нашу позицию в связи с событиями госпереворотом на Украине. И даже не в связи с так называемой Крымской весной. Я уверен, что если бы всего этого не было, я хочу это подчеркнуть, уважаемые коллеги, особенно для вас, для политиков, для тех, кто в зале сидит сегодня. Если бы всего этого не было, то придумали бы какой-нибудь другой повод для того, чтобы сдержать растущие возможности России. Ну, видите, это история о том, что англичанка гадит, о том, что против России ведется политика сдерживания, и когда она, в кавычках, якобы поднимается с колен, то ее начинают как-то останавливать. Но это стандартная формула разнообразных российских там славянофилов и антизападников уже много-много лет. Ею пользуется и в данном случае Владимир Путин, рассказывая людям вот все эти достаточно примитивные сказки. Хотя мы прекрасно знаем, что для Запада стабильная, демократическая, нормальная Россия, которая ни на кого не нападает, была бы, безусловно, приличным партнером для, так сказать, нормального поведения. Далее. Ситуация со свободой интернета в мире ухудшается, причем уже четвертый год подряд. Таков вывод нового отчета правозащитной организации Freedom House. Далее у нас эфир из Вашингтона. На основании чего были сделаны такие заключения? Наташа? Сергей, этот вывод был сделан на основании ряда факторов. Ну, например, в различных странах вводятся новые законы, которые криминализуют недовольство, выражаемое пользователями интернета, и оправдывают электронную слежку. Авторы доклада Freedom House о свободе интернета отмечают, что наиболее резкое ухудшение условий свободы интернета наблюдается в России, Украине и Турции. В интервью Русской службе «Голоса Америки» аналитик Freedom House Лаура Рид пояснила. В Украине мы наблюдаем негативное развитие ситуации вокруг Евромайдана. С прошлого ноября и до декабря этого года я имею в виду насилие против блогеров и журналистов, публикующихся в интернете, которые освещали протесты. Более 150 журналистов, включая тех, кто опубликовался онлайн, подверглись нападениям, избиениям, в них стреляли и похищали. Это оказало сильное влияние на ситуацию вокруг свободы интернета в Украине, привело к усилению кибератак, а также слежке властей за активистами и журналистами до сегодняшнего дня. Россия, наряду с Бирмой, Казахстаном и Египтом, набравшая 60 баллов, признана страной с частично свободным интернетом. В России с середины 2012 года мы видим стабильное сокращение свободы интернета. Ситуация резко ухудшилась после начала события в Украине. Российские власти начали оказывать давление на независимые новостные источники в сети, как никогда раньше. Это происходит с марта месяца этого года, после принятия нового закона, одобренного еще в декабре, который санкционирует блокирование сайтов властями за предположительное распространение контента, призывающего к экстремизму или не к санкционированным публичным протестам. Этот закон был быстро введен в действие с целью давления на независимые источники, освещавшие события в Украине и в отдельных случаях высказывающие критическую точку зрения по отношению к действиям Кремля. Мы также наблюдаем усиление слежки за пользователями интернета со стороны властей, троллинга, оплачиваемого властями. Я имею в виду манипулирование комментариями с целью предоставления искаженной картины мнения, пользу власти в ситуации с Украиной, в частности, и усиление экономического давления на независимые источники информации. Лаура Рид говорит, что идеальной модели отношений государства с интернетом не существует, но вот наилучшая ситуация наблюдается в Исландии, Эстонии, США на шестом месте. Самая худшая ситуация в Иране, Сирии и Китае. Но если уж мы заговорили о связи между интернетом и протестами, США возмущение в социальных сетях по поводу решения нью-йоркской коллегии присяжных не привлекать к суду белого полицейского Даниэла Пантелео, задушившего в еле безоружного афроамериканца Эрика Гарнера, продолжилось на городских улицах. Несколько десятков демонстрантов также устроили молчаливый лежачий протест во время часа пик в холле центрального вокзала на Манхэттене. Дело изначально получило резонанс во многом благодаря мобильным технологиям и интернету. Содержание Эрика Гарнера было заснято случайным прохожим. На этом видео Гарнер просит полицейских не трогать его, однако те все же решают задержать его, и на видео показано, как полицейский применяет против Гарнера запрещенный удушающий прием, валит его на землю, в то время как Гарнер хрипит «я не могу дышать». На YouTube видео собрало уже около двух миллионов просмотров. Судмедэксперт констатировал факт насильственной смерти и определил, что одной из ее причин стало удушение. О демонстрации в Нью-Йорке к митингам в Праге. Сергей? Пражский Майдан в интернете. Многие десятки тысяч человек дали понять президенту Чехии Милошу Земну, что не поддерживают одобрением политики Москвы и непризнанием боевых действий, провоцируемых Россией на территории Украины. Активисты призывают Сенат оценить высказывания Земана. Сенат, это верхняя палата чешского парламента, имеет полномочия рассматривать деятельность президента вплоть до составления жалобы на него в Конституционный суд. О пражской зиме. Екатерина Кочкина. Электронную петицию за отставку чешского президента Милоша Земана подписало уже больше ста тысяч человек. Количество подписей продолжает расти. На этой неделе люди вышли на улицу, чтобы привлечь к петиции еще больше внимания. Мы считаем недопустимым указывать другому государству, что оно должно отказаться от своего суверенитета, так, как это делает Милош Земан с Украиной, заявляют авторы петиции 100 тысяч подписей с Вацлавской площади на Пражский град. Организатор акции Ян Шинагл говорит, что главная цель протестов – добиться того, чтобы чехи высказали свое мнение президенту. К сожалению, наша акция не получила широкого освещения в средствах массовой информации. Показали лишь выступления на митинге. Но свидетели нашей акции протеста почувствовали силу и энтузиазм молодежи. Они видели плакаты, транспаранты и красные карточки президенту Земану. Я верю в то, что все это придаст определенный импульс и к нам присоединятся те, кто до сих пор оставался безразличен. Президент Чехии придерживается пророссийской позиции, высказывается в поддержку Владимира Путина, дает интервью Первому каналу, а в местном радиоэфире нелестно отзывается о Михаиле Ходорковском и правозащитной деятельности бывших участниц Пусирая. Акции против Земана проходят не впервые. В годовщину Бархатной революции 1989 года многотысячная толпа показала ему красные карточки и закидала политика яйцами. Симпатии Земана к путинскому режиму не единственный источник недовольства чехов. Директор Института международных отношений в Праге Петер Кратахвилл считает, что в первую очередь против Земана высказываются жители больших городов, в то время как основной электорат президента те, кто живет в провинции. Но это, конечно, неверный образ, так как Земан хорошо образован. Он просто играет роль, которая обеспечила ему победу на президентских выборах. Согласно чешским законам, президент республики выполняет исключительно церемониальную роль во внешней политике и не выражает официальную позицию МИД — защита суверенитета и самоопределения Украины. Ну и что касается Украины, продолжается обсуждение состава нового кабинета министров Украины, причем о назначениях полемизирует не только в самой Украине. Так, в Грузии некоторые политики и общинные деятели недовольны, что на высокие посты в Киеве назначили соратников бывшего президента Саакашвили, обвиняемого в Тбилиси в ряде преступлений. Но если бы в российское правительство были приглашены иностранные менеджеры, как бы такую инициативу восприняли в России? Наш корреспондент выслушал мнение москвичей. Ну, я думаю, что наши люди — это наши люди. Они всегда знают, что нам надо и что не надо. А другие люди, они как бы в своем государстве, я думаю, лучше будут знать, что им делать. Так что я не хотел бы этого. Ну, возможно, это было бы неплохо, потому что это были бы инновации. Вы хотели бы видеть в нашем правительстве иностранцев? Нет, не хотел. А почему? Ну, да, коноплодиан хватает. Ни за что. А почему? Ну, потому что почему иностранцы должны диктовать, как нам жить? Иностранцев? Да. Можно. Вы знаете, мне наплевать, лишь бы человек был хороший. Нет. А почему? Ну, потому что шпионов, я думаю, нам не надо. Вполне спокойно бы отнесся к этому. Ну, я бы сказал, что могут быть какие-нибудь экономические секторы, какие-нибудь специалисты в области экономики. За удовольствием ответить, мне это не интересует. Ну, допустим, министра культуры, можно было бы взять француза. Вновь время передавать слово в США. Наташа, эфир ваш. Да, Сергей, в конце программы мы решили отойти немножко от политики. Дарья Кутковая подготовила обзор кинопремьер Голливуда. В новой картине пингвины Мадагаскара слаженной команде пингвинов, шкиперу Ковальске, Рику и прапору, предстоит остановить взбалмошного и злобного осьминога. Обладатель многочисленных щупальцев решает превратить всех пингвинов мира в уродцев-мутантов. Бороться с этим злодеем-пингвином помогает Международное агентство по защите животных «Северный ветер», состоящее из лайки, медведя, совы и тюленя. Противостояние пушистых и не очень супергероев начинается. После столь удачного выступления в трех сериях Мадагаскара пингвины, наконец, получили свой полнометражный фильм. На озвучку взбалмошных героев были выбраны лучшие из лучших. Том Маград, Бенедикт Камбербич, Джон Малкович и Кен Джонг. Актер Том Маград считает, что весь актерский ансамбль звучал очень слаженно, хотя все герои разные. Мы озвучивали их из фильма «Фильм», и логично возникал вопрос, почему бы не сделать их главными героями? Ведь они могут вытянуть полнометражную картину, шуток им хватит. Признанный самым сексуальным актером года, Бенедикт Камбербич озвучил секретного агента, лидера высокотехнологичной животной организации «Северный ветер». Я раньше ни с чем подобным не сталкивался, и это одна из причин, по которой я хотел это попробовать. Другая причина – Джон Малкович, легенда сцены и экрана. Когда я узнал, что он тоже участвует в фильме, я подумал, это большая удача. Джон Малкович озвучил главного злодея – осьминога доктора Октавиуса Брайна. Он рассказал, что его персонаж напоминает ему о сестре. Мой персонаж, по какой-то немыслимой причине, и я понять не могу почему, похож на мою младшую сестру. Это очень странно. Кстати, мы совсем не похожи. Пингвины однозначно доказали, что они достойны главных ролей, и удовольствие от мультика могут получить все члены семьи. От мала до велика, так что приятного вам всем просмотра. Баб как-то got caught up in the moment. Ну, hindsight's 20-20. О, почему бы мы не catch that plane? Брайна, логгинь. А-а-а! Now we're talking. Let's get to work. 400 meters. 300 meters. Fake American Kowalski. Sorry, sir. 218 yards. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом у нас все. Вы смотрели программу «Настоящее время», которую для вас подготовили «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Не забывайте заходить в наши соцсети и на сайт currenttime.tv. Сергей, до завтра! До завтра! Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях и в эфире своих национальных телеканалов. «Настоящее время» вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго и до свидания. «Настоящее время»